и так ну чтож ария рума и маленькие любители покушать и безумно сложных и логических схем у микрофона к всегда ваш покажу слугам амору и это великолепная сборочка факторио с моном красторио 2 и space exploration за кадром как я люблю это говорить и всегда об этом говорю произошли кое-какие маломальские изменения во первых мне стало очень резко не хватать электроэнергии поэтому пришлось построить еще один ряд солнечных панелей а также я занялся тем что разместил бетон по всей базе то есть в каждом из этих квадратов теперь есть бетонная плитка это у меня получилось благодаря тому что я вот здесь вот себе разместил такую небольшую схему по производству самого бетона хотя неплохо было бы здесь этот бетон переделывать железо бетон но пока здесь есть медь это не представляется возможным а когда здесь немножечко пространство освободиться обязательно этим займусь ну в принципе это все изменения которые глобальные здесь были и не будем долго затягивать и сразу же продолжим с места в карьер продолжать заниматься тем чего мы хотели а в прошлой части мы хотели начинать делать аккумуляторы и серную кислоту для того чтобы делать саму серу потребуется вода и попутка а для серной кислоты понадобится еще и железная плита схема вот так вот выглядеть будет в моих глазах если мы берем по расчетам то на два химических завода нужно 5 заводов производящих серу здесь такое соотношение есть сюда мы только в эти химические заводы серной кислотой будем подводить воду и с помощью быстрых манипуляторов которые могут выгружать по диагонали по идее должны будем выгружать серу саму останется суда подвести попутку и воду и сюда каким-нибудь образом выгружать серу ну и останется конечно же это все разместить а насчет железа и вообще не паримся она будет подводиться сюда вот здесь подземным конвейером останется лишь это растиражировать до нужных масштабов как-то так встает первая схема то есть здесь у нас единая линия вывода серной кислоты и я хочу ее продлить до бесконечности ведь все что она здесь ограничивает по сути пропускная способность трубы и пропускная способность железных плит но здесь вмещается какое-то невомерное количество и эту схему по сути я могу продлевать ну очень долго так что не беспокоимся и просто занимаемся этим продлением воду сюда подключил попутка тоже идет железо как бы тоже здесь существует надо сейчас проследить чтобы я нигде с проводами не накосячил все нормально здесь существовало и останется подвести сюда только красиво электричество ты вещь вроде все работает успешно я сейчас получается всю эту систему подвожу вот сюда где будет организована станция загрузки этой серной кислоты все успешно начало сгружаться в серный контейнер пришлось немножечко намудрить вот в этой схеме где будет организована загрузка серной кислоты я организовал всего один выход одна помпа для того чтобы загрузка всех баков шла более-менее равномерно ну и стандартная схема организация логики чтобы пояс сюда приезжал только когда он здесь может полностью загрузиться и сейчас мне нужно немножечко времени для того чтобы проследить работает ли вся схема и потом ее в дальнейшем вот здесь вот еще парочку допустим рядов растиражировать схема с жидкостью с подводом конечно выглядит изумительно но при тиражировании возникают серьезные проблемы с железом а именно с тем вопросом как его грамотно подводить пока что я этого не придумал но допустим если дальше я захочу тиражировать если мне вот этих двух рядов серной кислоты не будет хватать то уже тогда мы что-то с этим будем думать получается всего у меня 48 здесь размещено химические заводов две линии конвейера соблюдаются не соблюдается только количество соотношения жидкости которая здесь подводится нужно две линии с водой сюда подвести и две линии с попуткой и нужно сейчас придумать как этот вопрос решить что у меня пока что но людей ну или оставить все как есть и пусть работает своим чередом особо проблем это по сути не вызывает возможно буду какие-то затыки в плане производства но я думаю мы готовы с этим смириться главное что таким образом серная кислота у нас потихонечку собирается и рано или поздно здесь пояс любом случае эту серную кислоту сможет забирать но уже потом проблему с нехваткой ресурсов мы будем решать если возможный вариант который я вижу это снести нижний цех поскольку я немножко неправильно разместил их слишком многое получилось в одном ряду из-за чего станция загрузки и разгрузки получилось очень коряво но если я по сути смещу то вот эта вся проблема с нехваткой подовольственной базы решится сама собой так что пока все оставляем как есть и идем создавать станцию с аккумуляторами на аккумулятор нужно железо медь и сама серная кислота все это я сделал здесь и останется лишь организовать само производство в итоге схема по производству аккумуляторов выглядит таким образом здесь идет объединенная линия железа и меди забирается с этой линии сюда в аккумуляторы попутка идет единой линии вот здесь вот сверху и все это выгружается в единую линию в склад где у нас будет загружаться уже сами аккумуляторы поворачиваю здесь я бомбу и по идее все эти заводы постепенно начинают потихонечку работать прошло какое-то время я уже тестировал схему и судя по всему на серной кислоты все таки не хватает и неплохо было бы еще парочку таких вот линии разместить если прям такая сильная необходимость будет я буду делать это уже за кадром а так у нас аккумуляторы потихонечку уже идут потихонечку вот сюда вот приходит и загружаются это ли не чудо если так подумать то вообще серной кислоты тут очень много и может быть и будет успевать здесь копиться прежде чем израсходуются ресурсы в поезде время покажет таким образом серная кислота есть аккумулятор есть настало время станции блока управления полетом вот этот к сожалению ячейку не могу задействовать из-за станции здесь с углем поэтому придется немножечко дальше пролететь и использовать вот этот вот цех здесь перестает использовать блоки управления полетом крафтится ну очень долго в крафте используется аж 4 ингредиента и сейчас это будем планомерно постепенненько понемножечку начинать создавать возможно я подведу ингредиенты вот здесь вот в 4 вот эти станции и выгрузку куда-то здесь организую ну а теперь и станция с блоками управлениями готова как я говорил в эти четыре станции я вывел необходимые компоненты самое серьезное много занимающая часть пространства это именно их подводочка я пытался сделать это как-то более правильно более красиво может быть более как-то угловатым образом но и получилось как вы видите не очень мне это самому очень не нравится но пока что другого метода не придумал и таким образом у нас здесь разместилось 288 сборочных автоматов на блоке управления получается так что вот здесь вот с этой стороны допустим вот в эту линию подводится где у нас 48 если мне память не изменяет сборочных автоматов находится эти две линии проходят дальше и еще в 48 сборочных автоматов заходит таким образом не получилось убить двух зайцев обеспечить сборочные автоматы большим количеством ресурсной базы и занимать меньшее пространство путем подводки этой самой ресурсной базы а также я немножечко сэкономил таким образом пространство сейчас я подвожу все эти блоки управления в наш склады и это все равномерно начинает распределяться между стальными сундучками а значит станция с готова и это все должно сюда загружаться сейчас посмотрим последний нюанс на 288 сборочных автоматов приходится всего 0,3 линии блока управления это настолько мало что вот этой вот одной линии вполне хватит для того чтобы загружать все ресурсы с этих всех линий вот здесь вот галочку я могу ставить и получается у нас все готово таким образом чтобы запустить ракету сейчас пойдем и будем организовывать этот момент есть у меня несколько вариантов где я мог бы организовывать это пространство и именно начать я хотел бы это делать где-то на шине базы то есть я сделаю здесь отдельный поезд который будет это все безобразие организовывать и неплохо было бы сделать это постараться в напротив вот этой схемы где находится у нас аккумуляторы станция будет практически такая же как и ранее было за исключением лишь парочки моментов ставлю сюда поезд и 4 вагона то что именно столько компонентов нужно для запуска так неплохо было бы мне еще сделать стартовую линию потому что я не помню что именно нужно сделать для запуска спусковая станция называется спутниковая ракетная шахта для нее нужны электромоторы бетон труба сейчас это все поставим хочу я это все вскратить единичным из зимпляре естественно ведь я полностью уверен что здесь не будет такой серьезной необходимости в видоизменении всего этого безобразия и процессов сейчас меня необходимые ресурсы сюда подведутся и я все это закину сборить на автомат мне понадобится одна всего лишь ракетная шахта со спутником ведь все остальные ракеты которые мы будем запускать и будут без спутника а будут уже с другими допустим запчастями и быть я точно уверен что у нас будет что-то типа грузовых ракет с помощью которых мы могли бы запускать ресурсы на спутники на другие планеты и прочее пока я жду тут расскажу как я планирую сделать так чтобы уработал этот поезд здесь 4 склада и я точно знаю что для запуска ракета нужно всего 4 ингредиента один из них точно это блок управления то есть один из вагонов я заполняю блоками управления то есть когда этот поезд подъедет на станцию где загружаются блоки управления сюда будут загружаться только они то же самое мне нужно сделать с конструкции малой плотности с ракетным топливом а вот 4 ингредиент я пока вспомнить не могу какой именно нужен так что будем ждать крафта ракета ну наконец-то мне подвезли все ресурсы и постепенно процесс создания пошел а вот и спутниковая ракетная шахта привет моя хорошая давай мы тебя где-нибудь пока что примерно вот здесь вот разместим чисто для примера и последний элемент это теплоизоляция которую я совершенно забыл у нас все буквально готово кроме этой теплоизоляции для теплоизоляции нужна сера каменная плита и стальная плита вообще ничего из этого нету это совершенно же новый блок надо отстроить буквально с нуля он допустим серый я могу сейчас по-быстрому решить проблему у нас же есть станция по производству серной кислоты а значит вот здесь вот я могу небольшую организовать систему по созданию именно самой серы а я уже было обрадовался что все у нас готово остаются последние секунды буквально до запуска ракеты но увы и ах сейчас еще придется большой пласт работы выполнять и видимо судя по всему нужно начинать с того что переделывать вот эту систему нас серы как я вижу катастрофически не хватает на аккумулятор они здесь практически вообще не производится это очень печально и нужно кардинально все брать и переделывать ну вот спустя время я все-таки организовал эту теплоизоляцию вот в этой ячейке три поезда стали серо и каменные блоки каменные блоки переделаются в каменные плиты здесь благодаря тому что стали может подаваться всего одной линии получается она и подается одной линии вместе серый так вот аккуратненько целесообразненько единой линии здесь поддаются пластиночки и все это организованно попадает в блок где потом уже будет поезд забирать весь необходимый ресурс наконец-то мы получается все в нем сделали сейчас я хочу для начала вот этот поезд взять которую нас организовано должен все это безобразие загружать и на нем вот сюда вот поехать чтобы до организовать все необходимое теплоизоляция должна по идее попадать без проблем в последний только вагон и она это успешно делает здесь я хочу сделать условия логическое поезд здесь будет отличаться получается этот вагон полностью загрузился ну практически полностью и здесь в него помещается всего две тысячи во первых мы делаем стандартное логическое условие по включению выключению этой станции а в самом поезде то есть на ракете разгрузка мы сделаем условия полная разгрузка ну или там посмотрим как дальше будет а потом это обязательно поменяем теплоизоляция мы сделаем количество предметов груз в виде самой теплоизоляции должен быть больше или равен двум тысячам то есть только когда этот ресурс здесь погрузится полностью поезд сможет отсюда уехать так как сейчас все здесь производство успешно пошло то теплоизоляции не ставит никакого труда полностью организоваться а мы вместе с поездом пока будем другие места посещать например буб где поставим по аналогии логическое условие дела обстоят гораздо легче ведь без проблем совершенно здесь уже заполнены ресурсы по аналогии я делаю то же самое с конструкциями малой плотности только тут все еще старый такой принцип распределения ресурсов возможно потом в будущем я это переделаю ведь загрузка идет крайне медленно и немножко даже с какой-то степени не сбалансировано но я думаю это явно будет позже через ресурсы готовы все ресурсы существуют и отправляемся вот сюда вот доделывать вот эту станцию ведь я совершенно забыл что здесь должен быть способ разворота для поезда теперь станция наконец-то здесь есть и поезд уже смехнул что нужно отправляться в путь я совершенно забыл конечно же а ракетном топливе ракетное топливо теперь тоже успешно поставляется надо не забыть и эту станцию переделать тоже для успешной загрузки не за кадром придется здесь очень много облагораживать пространство в том числе и в эстетических целях теперь я хочу здесь организовать теперь я хочу здесь организовать загрузку предметов в ракетную шахту что-то мне подсказывает то что по одному предмету каждого типа вполне хватит для всех наших нужд ведь у нас как-никак будут еще и другие ракеты кроме как спутниковые пошла загрузка а я пока в ручном режиме попытаюсь создать спутник в любом случае нам создавать но я думаю этим уже займемся следующей серии просто мне сейчас не терпится запустить хотя бы в пробном варианте все это безобразие ракета пошла создаваться потихонечку и скорость меня более-менее устраивает и спутник тоже здесь уже создался в одноштучном экземпляре но ничего страшного вот отсюда потом обязательно выведутся аккумуляторы и солнечные панели здесь они нужны также я подвезу сюда стекло скорее всего отдельным поездом поскольку на шине очень мало стекла и также останется всего лишь красные схемы и радарчики здесь сделать я думаю в этом проблем вообще никаких нету и автоматизация этих спутников тоже здесь будет готова обожаю этот звук это значит что что ракета создалась первая наша ракета которую здесь у нас есть спутник сюда уже автоматика положила и мы нажимаем кнопочку пуск первая ракета обязательно будет запущена вручную остальные последующие возможно будут приоритете запускаться с автозапуском все ракета улетела и мы получили первые научные данные а именно данные спутниковой телеметрии также нам говорится что мы разблокировали спутника навигационную систему и теперь мы можем просматривать мир со спутника но это ничем по сути не отличается от того что мы делали ранее за исключением того что это по сути фрикам но это свободная камера позволяет нам разведывать кучу близлежащих территорий с невероятной легкостью также я вижу здесь то что есть спутниковая система вот наше солнце которое здесь есть вот на ивис то есть наша планета так переход к межзвездной карте то есть мы можем путешествовать в будущем между звездами прикольно на нашей планете вау как много всего контента так погоди секундочку ракета пока следующая готовится я могу поизучать дальше все данные чтобы открыть спутнику навигационную систему нужно еще один спутник как раз он запускается на нашей планете 33 процентов враждебности сто процентов выработки сто процентов мощности при выработке солнечных панелей а на орбите 445 процентов мощности вода есть все есть это очень замечательные новости и и мне кажется или здесь запуск ракеты гораздо проще сделан нежели это было ванильные даже версии кажется что ресурсов гораздо меньшее количество требуется но да и не важно ведь нам ресурсы в любом случае И потребуется гораздо большее количество, чем мы сейчас даже имеем Ведь нас ждут еще большие межзвездные перелеты Новые открытия и новые колбочки, что самое важное Вторая готова ракета И все, она летит Я каждый раз кайфую от этого От этих анимаций Просто это невероятная победа Мы шли к этому невероятное долгое время Теперь мы обнаружили космическую платформу на орбите Я могу открыть как-то атлас вселенной Мы открыли орбиту Так, ну-ка Что это интересно здесь такое? Опа Здравствуйте Плоская солнечная панель Космическая капсула Я так понимаю, вещи, которые находятся на орбите И кто-то до нас эту штуку оставил здесь Судя по всему, здесь какая-то была разгрузочная станция С помощью красных конвейеров Какое-то было организовано производство Тут куча технологий, как я вижу Которые помогут нам в развитии И именно здесь будет произведено, наверное, наше дальнейшее изучение Только как организовать достройку, допустим Увеличение этого астероида Пока что неизвестно О, даже ЖД-шки здесь есть На будущее У меня недостаточно знаний, наверное, Space Exploration Чтобы понять все прелести Этих построек, которые здесь нам доступны Но надеюсь, что рано или поздно мы изучим это все Мне еще был один момент интересен Вот, да, теперь я могу сканировать поверхность То есть, грубо говоря, спутник постоянно будет сканировать поверхность Нашего наивиса Расширяя постоянно изучаемое наше пространство Но при этом очень возможно нагружение системы И при этом, скорее всего, из-за того, что мир будет увеличиваться Точнее, прогрузка мира будет увеличиваться И уменьшится скорость сохранения мира То есть, каждые 10 минут, по-моему, идет автосохранение И автосохраняться будет, допустим, не секунду, как сейчас А несколько секунд Это может подбешивать в определенные моменты Поэтому пока что, скорее всего, я такой возможностью злоупотреблять не буду И мы потихонечку с вами на такой прекрасной ноте будем заканчивать Ведь в следующей серии, как ни странно, нас ждут Новые изучения, новые свершения Новые технологии, в первую очередь И куча-куча всего еще интересного И в таком случае, пожалуй, на этом все Всем спасибо, что смотрели У микрофона был, как всегда Ваш покорный слугам Амору И это великолепный мир на Ивиса Всем удачи, всем пока, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok